Добро пожаловать на канал Базар ТВ. Канал с полными обзорами наших устройств, а также операционные системы Microsoft Windows. Добро пожаловать на канал Базар ТВ. Тема нашего сегодняшнего обзора операционной системы Microsoft Windows. И сегодня я покажу Windows NT 5.0 Build 1877. Она выпущена в 1998 году с градиентами двух цветов, как на Windows 98. У меня своё название Windows NT 98. Включаем. И узнаем, что это такое. И вообще, это концепция Windows 2000. Долго загружается. У NT 5.0 с концепцией там иногда выдают ошибки. Это нужно знать. Вот. OS Loader. Вот такой вот загрузочный экран. Windows NT 5.0 Beta 2. Workstation. Workstation устаревшее название. У Professional. Вот у меня, не пойми чё, с интерфейсом тут не в порядке. Сначала сканирует диск, а потом ещё раз запустит. Это может возникать перезагрузки этого компьютера. Так что ставлю на паузу. Продолжаем наш обзор. Windows NT 5.0. Ещё загружается. Сейчас запустится. Вот так вот выглядит окошечко входа. Сейчас войдём. Обратите внимание. Звук старта работал вот так. На Windows NT 5.0. Beta 1 и Beta 2. Правильно назвать бета. Вот такой вот звук был. А иногда после этого звука вызывают мурашки. Такой вот звук был. Что ж поделать. Так вот выглядит рабочий стол. Всё как обычно. Но когда я выставил, например, высокую светопередачу, всё равно эти иконки остались 4-битные. Некоторые программы установить невозможно. Это единственный недостаток у этой NT. Так как всего лишь Windows NT 5.0. Beta 2 это как бы друг с Windows 98. Ладно, не будем отвлекаться, конечно. Посмотрим мой компьютер. Правая кнопка мыши. Свойства. Так вот выглядит Windows NT. Build Узнас 77. Такое вот состояние. Что находится в меню пуск. Вот таким вот образом выглядит всё то же самое. Windows Update позволяет обновляться. Но правда не работает. сайт сайт открылся старый со старым стилем. Интернет работает. значит программы. Тут имеет реквизиты. Тут специальные возможности. Это настройка шрифты и другие настройки. две людей с ограниченными возможностями. Экраны лупа это радует. экраны диктор. Тут их несколько голосов. Голосов. Форграун window narrator jump pushbutton narrator dialogue narrator reads aloud menu commands dialogue box options and more jump pushbutton settings pushbutton exit pushbutton foreground window foreground window voice settings foreground window narrator settings voice pushbutton foreground window voice это произносит голос то что на экране. Говорю тут несколько а иногда может быть и смешными. Чего могу ожидать? foreground window narrator settings voice foreground window foreground window narrator settings voice pushbutton foreground window foreground window exit narrator yes pushbutton foreground 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 window foreground window voice set foreground window narrator settings voice foreground window а вот это вот вы слышите это произносится шепотом так чтобы все слышали foreground foreground window narrator settings voice foreground window foreground window exit narrator yes pushbutton foreground window no pushbutton dialogue dialogue barred barred reads allow when you commit foreground window barred settings foreground window Есть ошибки У экрана у диктора после смены Поэтому требует Перезагрузки Этой программы Так еще раз Так еще раз Опять перезагружим по программу В стадионе Сейчас запустим Вот так вот работало Только на NT50 Бета 2 А остальное Смени на Майкрософт Сэм И больше ничего И еще экран аккуратуры Тут есть Игры Вошли в составе Дистрибутива Пинбол Это в 98 году Впервые игра Вошла в 96 году Когда выпустили NT40 Официально Сначала покажу Такой вот пасьянс Так Сапер Кстати у сапера Звук появился Это в 98 году Или даже в 97 Если не ошибаюсь Потому что Когда я устанавливал Windows NT50 Бета 1 Не устанавливается Если что Я могу Показать Бету 1 Только Совсем Попозже Еще Будет Обзор Windows NT50 Бета 3 И Windows 2000 Бета 3 Так Так Сделаем звук потише И запустим Пимбол Что-то звук 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 Вот так Вот работает Трохмерная Игрушка Пинбол Так И Обычный Пасьянс Гипертерминал По связям AT&T Mail CompuServe Гипертерминал ББС Гипертерминал Обычный МТИ МЭЛ И Microsoft BBS Я из них Запущу Обычный Гипертерминал ББС Так Звук 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 Таку Звук Можно позвонить, можно печатать на других устройствах, например, подсоединённому к коммуникатору с компьютером Писать на коммуникаторе текст, а на экране компьютер всё пишется Если на компьютере, то на экране терминала Такой вот прикол был На самом деле, это так Хороший терминал того времени был Хорошая программа на то время была Мультимедиа Есть Дрюкс Сидиплея Можно DVD-плея смотреть DVD Записывать звук И громкость И остальных Также Медиаплея Дрюкс Сидиплея Это то, что на Windows 2000, по-моему Можно слушать звук И гурировать громкость Это хорошо DVD-плея Правда, с конфигурацией тут не настроено Запись звука Пишется в формате WAV Конечно, с ограничениями 60 секунд Можно настроить эффекты А также Вот Также есть программа Игровка громкости Так вот, есть А также Есть Windows Media Player Посмотрим, как это выглядит А всё на Windows 98 Это проигрывайте Windows 98 Можно смотреть видео Слушать музыку С удовольствием Например, какой-нибудь файл откроем Брауз Так Где тут мой компьютер? Тут всё Send My documents А вот тут мой компьютер какой-то был Так Не тормози Мой компьютер Локальный диск Венанти Значит Media Например, проверим MIDI файл Кстати Уэнти Тут там Синтезатор Roland Как на текущих Windows Вот так вот всё работает Ну вот С мы этими Разобрались Теперь Есть Такие вот программы Как Backup Копирование Можно настроить Кайкулятор Кайкулятор Есть Также имеет В кайкуляторе, как всегда, есть ещё и научный кайкулятор Есть Таблица Символов Значит Есть Чат Бауталка Можно Баутаться Всё что угодно С компьютерами Также есть Буфер обмена Который показывает то, что вы копируете Посмотрщик Изображения Ещё можно создать какие-то Картинки То, что работает Обычный текстовой блокнот сохраняется в формате текста Как всегда Распаковщик объектов Имеет Старое приложение Пайнт Пайнт, который можно рисовать И не только рисовать Но ещё делать скриншоты С помощью Опять же Print Screen Находим Вставить Скриншот Вставлен Почему-то с резками Потому что не на полном экране было Вставляем ещё раз Можно Снимать Сохранясь в формате БМП Что тут ещё есть? Программа, которой можно Осуществить звонки Значит Ещё есть Что? Редактор яичных знаков Также Синхронизация Есть А также Из Аксессора Есть тут WordPad Обычный Который можно Сохранять как документ С рисунками Можно ставить Текст писать Обычный Документ Ничего Неинтересно Пока что Пока Не установится Microsoft Office Административные Настройки Настройка Сертификатов Управление Компьютерами Также Event Viewer Настройка С сервером Не буду Показывать Internet Explorer Из Internet Explorer Тут Адресная Книга Появилась Можно Создавать Почему В Internet Explorer Так Internet Explorer Предустановленный Есть Посмотрите Какой Значок Выдают Одни Ошибки Вот так Выгодит Сайт Русский Язык Поддерживает Все Что тут Есть Забыл Показать Еще Там Функции Есть Всякие Можно Фаворитный Список История Поиск Все Дела Баллуталка Microsoft Chat По новому Так Вот Выглядит Можно Обмениваться Со всякими Людьми Которые Находились Можно Обмениваться Файлами А потом Отправить На сервер Ну Как бы С другими Людьми Тоже Обмениваясь Это Было Здорово Сейчас Работает Или Нет Так вот Работает Можно Можно Коннектиться Также Можно Сохранить В формате CCC Смеш Ну и Такой Формат Файла Microsoft Chat Conversation CCC Так Microsoft Net Meeting Имеет Outlook Outlook Express Можно Соединиться С почтой Эта функция Должна По идее Работать Посмотрим Будет Работать С почтой Яндекса Или Почтой Mail.ru Не знаю А может И Настоящий Outlook Реальный Сможет Работать Но Честно Я не Проверял Так как Не было Времени Windows Media Player Да вы Что Дублируют Функции Media Player Автозагрузка Есть Есть Командная Строка Которую Можно ввести Команду Также Windows NT Проводник Так вот Выглядит NT Проводник Попробую Установить DOS Books Сможет Работать Под NT Пятной DOS Books По моему О Работает Можно Пользоваться Если Если у вас Какой-то Компьютер На Windows Неофициальном Какой-то NT Пятной То Смело Можно Установить DOS Box Кодек Можно Установить Кодек Из Возможностей Тут Файл Создать Создать Ярлык Из Файла Выбранного Также Есть Редактор Который Можно Копировать Ставить Урезать Переместить То есть Показ Перейти Фаворит Фаворитный список И Помощь Недавние документы Есть С программой Мы уже Разобрались Так Настройки Сначала покажу Настройка Принтера Можно Настроить Принтер А также Панель Задач И Меню Пуск Который Можно Настроить Перейдем К Панели Управления Так Вот Панели Управления Есть Специальные Возможности Настройки Добавить И Удаять Программы Также Имеет Административные Настройки Дата Время Дисплей Которым Можно Настроить Скрин Сейвер Заставка Также Схему Настраивать Настраивать Active Desktop Также Настроить Эффекты И Настройки Экран Настройка Папок Отображения Шрифты Game Controls Игровые Жойстики Установка Драйверов Которые Не полностью Установились Устройства Свойства Интернета Клавиатура Кстати Мой Фотоаппарат Когда я Снимаю Греется Который Называется Sony Квад 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 Я уже Показывал Модем Можно Настроить Соединение С модемом Мышь Можно Настроить Настройка City Всего Ишь Только Свойства А ведь Других Настройок Тут Почему-то Нету Русского DBC Настройка Настройка Питания Настройка Принтера Я уже Показывал Региональные Настройки Которые Можно Настроить Тут Нету Русского Языка Нету России Что-то Там Сканеры И камеры Поддерживают Поддерживают Звуки Это Настройки Звука Схем Также Аудио Музыка Меди Музыка Компакт Дисков И Девайсы SQL Сервер Также Система Я уже Показывал А также Телефония Такие Такие вот Настройки Были Поиск Можно Интернет Файлы Юди Также Есть Справочка По Windows NT Workstation И Сайвер Есть Выполнить А также Выйти Системы Которые Можно Выйти И Перезагрузить И Сменить Другого Пользуя Звук Выключения Звучат Как на Windows NT 4 Ну вот И Завершили Обзор Windows NT 5 0 Beta 2 Что Можно Сказать Об итоге А об Итоге NT 5 0 Beta 2 Что То Серьезное В Серьезный Windows 98 Которые Требули Относительно Мощных Компьютеров А вот Самые Нормальные NT Это То Что Есть В Windows 2000 Который Обзор Уже Есть На Нашем Канале Вот Так Вот Обзор На Windows NT Workstation 5 0 Beta 2 В Дальнейшем Я покажу Как Установить Потом Ну Сначала Я Еще Покажу Обзор Windows 2000 Beta 3 А Потом Уже Только Установка Если Будет Такая Возможность А Так Подпишитесь На Наш Канал Чтобы Дальше Получить Новые Обзоры Всяких Наших Устройств Также Краш Тест Разборки И секреты И фишки По поводу Гаджета Также Операционной Системы До свидания Всего вам доброго На момент 23 февраля Поздравляем вас Мужики С праздником 23 февраля До свидания Спасибо Спасибо за просмотр На нашем канале Если у вас Нету Аккаунта И вы Не хотите Зарегистрироваться На Ютуб Тогда Все наши Видео Обзоры Полные Обзоры На Базар ТВ Вы можете Увидеть На сайте www.bazardefistv.tk Аккаунта